Я могу понять, что недовольство через автоприняк, что такое решение. Именно в ваших местах, где я рад, что вы не хотите наличку эффектировать, не оплатить. Да. Здравствуйте. Компания приняла решение. Ну, обосраться теперь. Здравствуйте, Диана Владимировна. Да, да, кто там? Это Анфа Кайко, Финанс Кредит Плюс. Меня зовут Никулина Виктория Владимировна. Разговор записывается. У вас 28-й день просрочки. Сумма 7984 рубля по договору. Скажите, когда вы будете закрывать долг? Никогда. По какой причине? Это имеет какое-то значение? Диана Владимировна, вы обрезаем, и нужно было покрыть. Мне не нужно. Он Российская Федерация. Почему вам не нужно? Не нужно, и все. Зачем мне денежки мои любименькие кровные кому-то отдавать? Пусть они при мне останутся. Так а зачем вы тогда у нас брали зай? Мы изначально знали, что закрывать не будете? Не исключено. Надо провести оперативно-развукованные мероприятия и выявить факт. Хорошо. Где вы проживаете на данный момент? Город Лос-Анджелес, улица Ленина, дом 32. Какая у вас заработная плата? 100 тысяч миллионов. Вы либо столько зарабатывали, точнее, тогда бы займа не брали. Ради-то смеяться. Ради-то смеяться делали бы другое дело. Поэтому не нужно тут такое говорить. А где вы работаете? Не нужно тут такое говорить. Я работаю ООО «Еди нахрен коллектор». Слышал ли о такой организации? Нет, не слышала. Зря. Видимо, вам 10 лет, если хотели поразвлекаться в такой манере. Пора буду развлечь. Почему это? Почему это 10 лет? Жить скучно. Жить скучно у вас. Нет, почему? Очень весело. Благодаря вам в том числе. Вы видите, позвонили, развеселили меня. Мы провести нам только и веселая жизнь. Да, да. Вы работаете в нормальной компании. Ой, в какой момент я спрашивала, что мне делать у вас, мадам? Еще телефонный... Да. Алло, здравствуйте. Да. Здравствуйте. Диана Владимировна, это вы? Да. Это коллекторская агентства ООКО. Меня зовут Идеева Житвина Жумангековна. Азамляю вас назвать Шверсковором. Как вас зовут еще раз? ООКО. Убеева Тульфина Жумангековна. Звони по поручению ООКО. Верит, да. Слез за нем. Вы слышите меня, Диана Владимировна? Да, да, да. Наслаждаюсь. Что сама Джумангековна звонит. У вас имеется просроченная задолженность. Сумма вашей задолженности 47 201 рубль 53 копеек. Сумма актуальна на 9 ноября 2021 года. Оформляли договор по 7 июля 2021 номер договора 4803-694-805. Рассказка вашей страны и предшественной. У вас необходимо решить этот вопрос до 13 ноября. В помощи задействовать вашей задолженности. Оплату гарантируете в процессе разговора? Под запись разговора, Джумангековна, КФ ваш когда научится заботиться о том, чтобы кредиторы отправляли уведомления о привлечении нового лица по возврату? Диана Владимировна, уточните информацию. Вы собираетесь на сети оплату по тренировке? Джумангековна, уточните информацию. КФ, татустричку. Не нужно переходить на «ты». Я не переходила на «ты». Когда я сказала «ты». Когда я сказала «ты». Если вы не воспринимаете информацию, звонок... Джумангековна, не нервничайте, пожалуйста. Иначе капеля... Истеричка. И чего такая истеричка, Джумангековна? Ну молодаешь еще. Ну не истеричь. Попей валерьяночку. Не ори, как психолог. Зачем мне это нужно? Неизвестно кому называть свои персональные данные. Ну я же представилась, во-первых. Во-вторых, это правила такие. Если бы труп кто-то взял другой, молодой бы телефон потеряли. Чтобы мы не распространяли информацию о вас с третьим лицем. А если третье лицо знает мою фамилию, имя, отчество? Ну дату рождения не все могут знать. Но тем не менее есть третьи лица, которые знают мою дату рождения. Вы не можете быть на 100% уверены, что я это я. Ну а если бы вы потеряли телефон и кто-нибудь нашел его, они же бы не знали? А если я потеряла телефон вместе с паспортом, они же знали бы. А как вы можете потерять телефон вместе с паспортом? Очень легко. Одновременно. Возьмем это умеется. А что вы думаете, это невозможно? В сумочку где-то, в электричке забыла. Ну это крайне редко происходит. Ну а что я могу с вами сделать, что я могу сделать в вашей фамилии, имя, отчество, дату рождения? Ну вы можете выпытать мои персональные... Дата рождения моя, на 1-е, 10-е, 2000-е. Мне неинтересна ваша дата рождения. Что еще? Какое 2000-е? Ну а вы думаете, что мне интересно ваше? Это же такие правила компании. Ну так смотрите. Ну ваши правила, ваша компания нарушают мои права о конфиденциальности моих персональных данных. Вас идентифицировать, к сожалению, невозможно, потому что вы звоните с номера 904-568-9122, который не указан на сайте компании. И как я могу убедиться, что вы сотрудник компании? Ну глупости же. У нас многоканальный номер, но если вы сомневаетесь, мы можете позвонить по горячей линии, которая везде указана. Зачем мне это надо? У вас есть нерешенный вопрос с нашей компанией. И что? Это у вас есть нерешенный вопрос со мной, а у меня к вам никаких вопросов нет. Но на ваших же интересах. Нет, у меня в отношении вас нет интересов. О последствиях? О последствиях. Ну правильно я понимаю, что вы отказываетесь от идентификации? Ну конечно, я же сказала уже трижды. Ну все, замки так и будут продолжать. Можете так и дальше. Что будет звонки продолжать? Не выполнять свои обязательства. Так хорошо. А мне на это нужно было ваше разрешение, что ли? Ну, о последствиях потом. Сами же вам же будет... Не очень хорошо, когда сейчас хотят с вами договориться, вы на связь не выходите. Так как это я на связь не выхожу? Вот я, алло. Это я на связи. Дальше что? На контакт не выходите. На какой контакт надо выйти? Это такие правила. Вот если бы вы должны идентифицироваться, дальше бы я вам рассказала всю информацию. Я не должна идентифицироваться, вы заблуждаетесь. Это какая-то ерунда, которую придумали в вашей компании. Идентифицировать человека по телефону невозможно. Вы можете зайти на официальный сайт компании и посмотреть, что вы подписывали. А что я подписывала? Обязательство идентифицироваться? Там все указано. Да, это там прописано. Что, я обязана по телефону неизвестно кому называть свои персональные данные? Вот это договорчик у вас, конечно. Или это вы сами сейчас придумали? Там, там, вы зайдите, посмотрите, там очень много всякой информации. Вот вы в следующий раз звоните с официального телефона. Мы не ознакомились, когда подписывали. Вот звоните с официального телефона, который указан на сайте компании, чтобы я могла идентифицировать вас. У вас многоканальный номер. Это не многоканальный номер. Перезвоните на горячую линию. Не орите. Вы можете позвонить на горячую линию, все поднимать. Деточка, тихо, тихо орать на кота будете, на меня не надо. Я еще раз вам говорю, я могу позвонить, могу не позвонить. Могу делать что угодно. Вопрос в том, что вас идентифицировать невозможно. Так что можете быть свободны. Всего доброго, до свидания. Пока. Алло. Громче говорите, не слышно вас. Здравствуйте. Еще громче. Диана Владимировна, это вы? Я. Это компания ВМФК, ЦФП, Вива, Деньги. Меня зовут Ленов Артем Юрьевич. Запись разговора ведется. У вас задолженность имеется в компании, четвертый день просрочка полтежа. Почему не погашаете? Не хочу. Следовательность в долг компании. Что еще раз? Не хочу. Что значит не хочу? Хочу только наоборот. Не хочу, не хочу. Я понимаю смысл этого слова. Так я вас не понимаю. Зачем вы говорите, что не понимаете, если понимаете? Ну, я понимаю, поэтому и говорю. Что значит не хочу? У вас есть обязательства, вы обязаны платить. Ну, я не хочу. А, вот это. Ну, понятно. Где вы живете сейчас? Город Лос-Анджелес, улица Ленина, дом 32. Понятно. Подмеялись? Нет. Вы разве слышали, чтобы я смеялась? Кто живет по месту прописки вашей микрорайонной? Ну, не знаю. Совершите оперативно-розыскные мероприятия и узнайте. Затем мне вам жизнь не просить. Ну, вы из них сотрудников раз в неделю компания вправе направлять для разрешения вопроса. Да, вправе. Только не будет она этого делать, компания. Вы так уверены? На 100%. Да, в неделю законы имеет полная права ответа. Ну, называйте адрес, где вы живете. Улица Ленина, дом 32, город Лос-Анджелес. Ну, ку-ку. Я же все сказала уже. А, ну, понятно. Ладно, не проблема. Где вы работаете, Диана Владимировна? На скотобойне, солнышко. Ясно. Вы к себе вообще сейчас, нет? Я в вас сейчас. В вас? Угу. Ясно. Ну, все понятно. В общем, платить вы отказываетесь, да? Ну, сказал еще же. Ясно. Ну, я вас услышал. Не проблема, Диана Владимировна. Деньги вы вернете в любом случае до единой копейки. Да, да, да. А то, что вы сейчас... Жалко, что мозги вам никто уже не вернет. Единственную, стена. А все остальное ерунда. Все, пока. Что еще раз? Пока, говорю. До свидания. Ожидайте последствий. Ожидайте тоже последствий. Пока, пока. Да. Добрый день. Елена Юрьевна. Что спрашивает? Звоним из Сбербанка. Специалист Гуляева. Ольга Евгеньевна, разговор записывается. Вы правильно. Правильно. Звоним из отдела судебно-исполнительного производства. Кредит по вашему... Ну, это ужасно. Приметель с угомод даже по двум. 884 тысячи, 515 рублей за должность. Смешно вот что. Как раз ничего смешного. Как вы выдумали себя называть? Смешно. Судебно-исполнительного производства. Это смешно. Над собой смейтесь. Вам не смешно потом будет. Так мне зачем? Я же не выдумываю какие-то названия странные. Приметельно-исполнительного производства. Приметельно-исполнительного производства. Вы как намерены вопрос решать с банком? Никак. Меня ситуация устраивает. Хорошего что в этой ситуации? На каком основании от оплаты уходите? Хорошего то, что денежки мои при мне остаются. Удерживаются. Да, да. А с какой целью вы приедете? Удерживаются. Захватила их в заложники. Требую вертолетки, ваграм печенек и шоколадку. Угу. Так для чего кредит брали? С какой целью вы берете кредит? На шоколадки и печеньки. Какую преследуете? Очень сладенькая, люблю. Купайте на свои средства в свои шоколадки. Нет, не хочу. Зачем? Работайте в какой организме. Надо потрясти немножко буржуйски настроенных гадов. У вас же будет арест, имущество произведено по месту регистрации положения. Вы сначала до суда дойдите. Кто у вас проживает по этим адресам? Вы вмешиваетесь в мою частную жизнь. Прекратите это делать. Останитесь в пустой квартире. Даже этой суммы не хватит. На основании 229-го федерального закона имущества проходит. Вы убиваете, что таким образом? Да не буду я ничего платить. Без имущества хотите остаться? А у меня нет имущества. Понимаете, в чем прелесть данной ситуации? Имущества у меня никакого нет. Поэтому, собственно, вы можете делать, что хотите. Ну, проверьте. А зачем впустую тогда воздух сотрясать? Пойдите в суд. Обратитесь после суда к судебному приставу. Пусть он проверит, есть у меня имущество или нет. Конечно, они проверят. И у вас опишут имущество. Так у меня его нет. Как его опишут, если у меня нет ничего? Ну, это вы будете судебным приставом доказывать. Да я ничего не буду доказывать. Зачем мне что-то доказывать? Зачем мне что-то доказывать? Если судебный пристав сам наделен полномочиями, я имею в состоянии это выяснить. Имеется у меня имущество или не имеется? Ну, кому? А вы с какой целью взяли кредит, скажите? На что вы их потратили? А, круглоцветное путешествие летало. Ну, полетали дальше, что вернулись. Теперь обязаны все это возвращать. Ну, я же говорю, а я не хочу возвращать. Хочу, чтобы денежки мои при мне остались. Летаю, продолжаю это делать. Если это уголовная статья, уже будет уклонение. Что уголовная статья будет? Нет, вы знаете, что в уклонении от оплаты кредитов необходимо иметь умысел. Если я буду взаимодействовать с судебным приставом, скажу, судебный пристав, пожалуйста, взыщи что-нибудь с меня. Только у меня нет ничего. Там уж не получится. Так а как они с меня взыщут, если у меня нет ничего? Каким образом они это сделают? Вы сами обязаны сейчас оплачивать, даже если банк обратился в суд. От оплаты-то вас никто не освобождал. Да мне фиолетово освобождали меня, я сама себя освободила. Вы не понимаете этого, что ли? Ну, запись разговора мы в суд передадим, и будет понятно, что... Да, да, да. В гражданских процессах. Вот это вот вам, я смотрю, не первый раз вот эту чушь слышу. Какие записи разговора в гражданском процессе? Что доказывает эта запись разговора? У вас дети есть? Кто у вас по адресу регистрации? Вы снова вмешиваетесь в мою частную жизнь? Да не вмешиваясь, никому вы не нужны в своей жизни. По месту регистрации ожидаете судебный пристав. Какая-то биполярочка у вас, мадам. Вопросы личного характера задает, потом говорит, я не вмешиваюсь, кому я нужна. Не, ну если я не нужна, так зачем вы нос вы стоите? Где я живу, с кем и так далее. А то что будет? Вы в истерике бросите трубку? Или что будет? Нет. А что случится, если я буду перебиваться? Что случится? Лена Юрьевна. Я не слышу вас, потому что, когда я говорю, когда я говорю, я не могу и говорить, и слышать вас одновременно, как минимум, потому что я говорю, у меня тембр голоса посильнее, чем у вас, и вы абсолютно фоном превращаетесь в белый шум. Я буду разговаривать с вами перпендикулярно, ровно столько, сколько хочу. Я со всякими коллекторскими мразями не разговариваю никогда адекватно. Разговариваю ровно так, как коллекторская мразь этого заслуживает. Понятненько, понятненько, коллекторская мразь, Сбербанком она еще представляется, кукушка.